С экологическим транспортом в нашей стране большие проблемы. В основном к ним относятся трамваи и троллейбусы. Правда, сейчас на маршрутные такси пересаживаются все больше народу. Она и понятна. Быстрый, правда не всегда удобный транспорт. На троллейбусах или автобусах в основном катаются пенсионеры. Из-за больших финансовых потерь многие города попросту отказались от использования такого вида транспорта. В 2007 году шахты потеряли троллейбус, а через год его лишился Архангельск. Также подвижного состава лишилась Тюмень и Курган. В Рязани ситуация с троллейбусами находится в убадочном состоянии. Правда, есть одно большое но. Мнение городской администрации Рязани, оно немножко другое. Мы пытаемся сохранить его всяческими силами. В связи с этим сейчас происходит ряд мероприятий, которые направлены на то, чтобы все-таки стабилизировать работу самого предприятия. А также повысить доходность и снизить убыточность. Правда, покрыть все расходы довольно сложно. Из-за того, что на троллейбусах в основном катаются льготники, то недостаток денежных средств покрывается из бюджета. Что примечательно, на таком виде транспорта ежедневно катаются около 60 тысяч человек. И при таком количестве людей загруженность всего 30%. Но городская администрация всеми силами планирует сохранить этот вид транспорта. Тем более, существует уже несколько проектов на этот счет. Например, продлить маршрутную сеть до дальних микрорайонов. С другим экологически чистым видом транспорта трамваями ситуация куда плачевнее. С наших улиц он пропал в 2010 году. А по всей России трамвай исчез почти в 10 городах. В Рязани трамвай перешел во владение города только в 2007 году. Правда, передали его сильно изношенным. Но эксплуатировался он всего 3 года. К сожалению, он был передан уже в таком возношенном состоянии. И для того, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок, в трамвайном сообщении необходимо, было выделение колоссальной суммы денежных средств на реконструкцию международных путей, трамвайных путей. Кроме того, на модернизацию самого подвижного состава. К сожалению, на тот период времени таких денежных средств не было в казне города. Сейчас депо закрыто, а на его месте ведется строительство БСМП. Рельсы же демонтированы и сданы в утиль. Как и сами трамваи. Идея возродить такой вид транспорта звучит здорово. Но на деле все не так хорошо. Учитывая застройку города, особенно в центре, появление трамвая практически невозможно. Так рассматривать, я думаю, что нужно. Потому что это интересный все-таки вид транспорта, который во многих городах используется как туристический вид транспорта. У него определенная тихоходность у этого транспорта. И при этом очень хорошо его используют для экскурсий. Особенно по каким-то таким замечательным местам города Рязани. Также в городе есть 10 автобусов марки Нифас, которые ездят на газомоторном топливе. Выбросы от такого транспорта в атмосферу минимальны. Конечно, говорить о такой новинке, как электромобили, пока рано. Инфраструктура, которая обеспечивает зарядку батарей, сильно отстает. Надо жить в ногу со временем. И просчитывать, и продумывать сейчас нынешние возможности. И предусматривать мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы как можно больше общественного транспорта у нас было экологически чистым. Заводы, которые производят троллейбусы по всей России, можно сосчитать по пальцам. Этот экологически чистый вид транспорта умирает быстро и мучительно. Возможно, в скором времени все меньше добрых фонарей глаз будут освещать ночные улицы города. Поэтому попробуйте хоть разок после работы прокатиться и на таком забытом всеми транспорте.